Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об устройстве, которое в значительной степени облегчило мою жизнь и которым я не перестаю восхищаться вот уже более полутора лет. Предыстория здесь такова. С самого подросткового возраста я постоянно оптимизирую все сферы своей жизни, то есть я стараюсь держать их на максимуме продуктивности, результативности и так далее. И меня очень не устраивала сфера, которая связана с моей работой за ноутбуком. Так как я очень много времени провожу за ноутбуком, я постоянно горбился. И меня не устраивала та поза, в которой я сижу, потому что экран всегда ниже, а спина получается сгорбленной. Я начал искать решение этого вопроса и через некоторое время я его нашел. И сегодня я хочу с вами поделиться этим чит-кодом, лайфхаком. Называйте его как угодно, чтобы оно облегчило также значительно и вашу жизнь. Итак, о чем же пойдет речь? Вот он мой спаситель. Он называется универсальный столик-трансформер для ноутбука и не только. Сразу же скажу, что если вы часто путешествуете, то он очень сильно вам поможет также и в путешествии. Почему? Потому что он максимально мобилен. Вот эти сегменты легко снимаются. И таким образом в сумку вам нужно будет положить только вот эту пластину и наслаждаться работой с ноутбуком, книгами, журналами. И не только. И в пути, и в дороге, и в любом путешествии. Итак, как же здесь все работает? Вот здесь имеются вот такие на 360 градусов регуляторы угла наклона. С вот такой вот фиксацией через каждые 15 градусов. То есть вы можете сконструировать для себя любую конструкцию, которую хотите. То есть это может быть и так, и так, и так. То есть так как комбинаций здесь очень много, 3 по 360, то есть и вариантов использования его просто не перечесть. Смотрите картинку ниже. Это некоторые варианты использования, но это еще далеко не все. Таким образом вы можете создать из него любую форму. Например, столик для еды в постель. Утром вы смотрите телевизор и, собственно, здесь у вас стоит завтрак. Он максимально мобилен, пользоваться им может даже ребенок. То есть масса его составляет 1 килограмм. Здесь имеются также вот такие вот держатели для ноутбука. То есть если вы пользуетесь ноутбуком, вы их переводите в такое состояние. Теперь я расскажу про вторую модель. Если первая модель из пластика называлась А1, то вот эта модель уже посерьезнее. И она называется А2. В чем ее разница с первой моделью? В чем заключается? В том, что вот эта вот пластина, она состоит уже не из пластика, а из металла. И преимущество в том, что она занимает меньше места по высоте. Она плоская и прочная. Ну и, конечно, металл есть металл. У нее есть также еще одно преимущество, о котором я расскажу чуть позже. Вот сейчас она отрегулирована именно под меня. Итак, в чем разница? Смотрите. Если раньше я работал за ноутбуком вот так. То есть вот моя удобная поза. Почему она удобная? Вот так вот сидеть я не могу, потому что мне так некомфортно сидеть. То есть я так напрягаюсь. Таким образом, я даже если сяду правильно, то через некоторое время я все равно буду сидеть вот так вот сгорбленным. И что при этом происходит? Какие опасности работы с ноутбуком вот в такой позе? Неважно, где вы сидите, за столом или за диваном. В чем они заключаются? Первое. Когда мы сидим вот в такой позе, во-первых, у нас идет очень большая нагрузка на шейный отдел и развиваются такие вещи, как остеохондроз и так далее. Во-вторых, когда мы сидим вот в такой позе, у нас вот в этом месте происходит пережатие желчевыводящих структур. То есть желчь не выделяется в нужных количествах. А, например, в китайской медицине вот эта вот сфера желчевыделительного пузыря и все, что с ним связано, с нее начинается все. То есть с нее начинается исследование человека. Настолько это важно. Это ядро в китайской медицине. И поэтому обязательно человек должен сидеть при работе, когда он много работает, вот в такой позе. То есть чтобы желчий отток был без пережатий. Это очень важно. Это основа всего здоровья. Об этом я очень подробно рассказываю в своей системе эффективного перехода на сыроедение, третья часть. И вот эти вот два фактора, они, конечно, очень сильно утомляют человека, когда ты вот так сидишь сгорбленный и работаешь. Совершенно не физиологичной, неестественной позе. Теперь давайте посмотрим, какую ситуацию мы будем наблюдать, если я сяду за свой столик, за своего спасителя. Теперь это будет выглядеть следующим образом. Я сижу совершенно прямо. Моя спина естественным образом распрямляется, и желчий отток у меня при этом идеальный. Далее. Голова моя находится в полностью физиологичной, удобной позе, комфортной. И я могу работать, не задумываясь о том, что испытываю какой-то дискомфорт и горблюсь о всех этих моментах. То есть я работаю и полностью сосредоточен на работе. При этом мое тело функционирует максимально эффективно. Но и это еще не все. Есть еще очень важный момент, который многие не учитывают. Так как первое образование у меня электронное, то я хорошо знаю, что такое электромагнитное излучение. И вот когда человек сидит и ставит надолго коленки, ноутбук на коленки, будь это даже стол, то ноутбук обладает при этом большим спектром электромагнитного излучения. В том числе там работает Wi-Fi модуль, Bluetooth. И просто он очень сильно фонит своими электронными платами. В чем здесь опасность? Дело в том, что когда он находится в области детородных органов, происходит облучение вот этими высокочастотными колебаниями мужской и женских областей. Это очень и очень вредно. То есть Wi-Fi модуль на этой частоте, на которой работает микроволновка, при длительном и таком близком, можно сказать, прямо вот кожа в кожу соприкосновении вызывает очень большие отклонения и опасности с зачатием ребенка и вообще с работой репродуктивных органов вот этой вот сферы, женской и мужской. Поэтому ни в коем случае контакта с ноутбука вот с этой областью быть не должно. И если же мы используем столик с металлической поверхностью, то в этом случае она выступает естественным экраном. И поэтому этого эффекта уже не происходит. Далее, также когда ноутбук стоит на коленях, он перегревает у нас эту область, что также крайне нежелательно. Но это еще не все. Когда ноутбук стоит на коленях, или он стоит у вас на диване, и вы смотрите фильм, работаете на нем на кровати, то вот эта вот ткань, она закрывает естественный воздухоотвод, и любой техник, который занимается ремонтом ноутбуков, скажет, что это очень большой, большая степень риска того, что ноутбук в скором времени выйдет из строя. Потому что вот это является для него экстремальным режимом работы. Он перегревается. Потому что воздухоотвод у обычных ноутбуков расположен снизу. А ткань закрывает их. И это сильно сокращает его срок жизни ноутбука. А здесь, если он стоит на этой металлической пластине, то он спокойно отводит свое тепло и работает в оптимальном режиме, что максимально увеличивает срок его работы. И таких плюсов можно перечислять сколько угодно много. Поэтому я каждый день, как только вот ставлю его сюда, я не знаю, сколько еще буду вспоминать того человека, который это создал. Всему нужно поставить просто памятник. При том, что он используется не в одной комбинации, а из него можно слепить все, что угодно. Например, тот же столик для пищи, который стоит, может стоять и здесь. И вы можете принимать еду за ним спокойненько, кушать смузики, какие-то вкусняшки свои и при этом смотреть что-то интересное. Или вы можете также поставить его прямо рядом со столиком. То есть развернуть его на максимальную высоту, которая составляет 48 сантиметров. и, соответственно, поставить его на пол. И вложить сюда журналы, все что угодно. И легко перемещать его в любое место. Он максимально мобилен. Если же вы любите со своим любимым человеком, например, посмотреть вечером интересный фильм на ноутбуке, то опять не вопрос. Вы ставите его вот в такую примерно позицию, располагаетесь, и опять же он работает в оптимальном режиме, а вы спокойно смотрите свой любимый фильм. Если же вы хотите почитать журнал, или электронную книгу, или обычную книгу, то снова он придет вам на помощь. Мы делаем угол немножко выше. И таким образом ложим сюда планшет, книгу, журнал. И вновь наслаждаемся комфортным отдыхом. Также в таком же формате его можно использовать на кухне. Например, когда вы готовите. Ложим сюда и свои любимые рецепты. И, собственно, занимаемся спокойно приготовлением. Все у вас перед глазами на любой комфортной именно для вас высоте. А сейчас я расскажу, как мы выбирали поставщика. Так как интернет завален вот этой некондицией таких моделей, как я позже узнал. То есть у них слабое место вот это вот, узлы. Вот эти вот, которые сначала вроде бы они работают нормально, но потом, через пару месяцев, у них начинаются проблемы. То есть они расшатываются и начинают трескаться из-за дешевого пластика. Поэтому мы тщательно отбирали поставщика. Так как наш магазин поставляет товары только наивысшего качества, поставщик должен быть этих столиков для нас идеальным. И всего лишь на четвертый или пятый раз мы нашли то, что искали. Потому что те качества тех столиков, которые нам попадались впервые, и которые иногда продаются в сетях, было таким же, как и на Али. Как мы тестировали? Как говорится, меньше слов. Лучше показать. Вот этот блин 5 килограмм. Этот столик по виду очень хрупкий. Мы ставим сюда этот блин, и он его спокойно выдерживает. Но это еще не все. Вот этот блин еще 5 килограмм. Мы сновь ставим его на столик, и он его спокойно выдерживает. Но и это еще не все. Этот блин 5 килограмм. Мы вновь ставим его на столик, и он его спокойно выдерживает. И здесь еще есть запас. То есть можно положить еще. Но, честно говоря, я больше не ложил. Я просто не тестировал больше. То есть запас еще есть вполне. А сейчас я отвечу на ваш вопрос, который возникает естественным образом, как и у многих наших довольных клиентов, как стать обладателем именно такого надежного столика от проверенного поставщика, и не нарваться на дешевую подделку, которые продаются в сетях, сэкономив несколько сот рублей. Переходите по ссылке ниже, делайте ваш заказ прямо сейчас, и до тех пор, пока это видео находится на канале, во время действия акции, вы получите в подарок мою книгу, раскрывающую десятки вопросов об эффективном сыроедении. Но и это еще не все. Вы получите в подарок также от нас бесплатную доставку по всей России. На этом у меня сегодня все. Если хотите новых интересных видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Счастливо, пока!